с этой звездной системой вы наверняка виделись много раз но скорее всего не знакомы между тем ее история достойна сюжета голливудского фильма перед вами митцар и алькор давайте сперва отыщем их а для этого нам нужно обратить внимание на гигантский ковш всем известную большую медведицу это наверное самое популярное созвездие на нашем небосклоне и так вот она перед нами и сейчас давайте посмотрим на ручку ковша конкретнее на среднюю точку это митцар ну а где же его сосед да не просто вот так вот сразу разглядеть его нужно присмотреться повнимательнее вот теперь мы видим примастившуюся на спине митцара звезду это алькор казалось бы всего две звезды при этом еще долго спорили можно ли считать их система или нет но каково же было всеобщее удивление когда выяснилось что на самом деле это целая шестикратная звездная система впрочем давайте обо всем по порядку для начала обратим внимание на митцар он ярче а значит заметнее именно митцар считается первой двойной звездой которую астрономы разглядели в телескоп расстояние до него почти 83 световых года сравнительно небольшое в том числе поэтому мы видим его так отчетливо хотя основная причина конечно же в том что звезда достаточно яркая митцар представляет собой бело-голубую звезду почти в два раза горячее солнца температура здесь около 9000 кельвинов по светимости наше солнце уступает митцару более чем в 33 раза по массе примерно в два раза а по радиусу митцар крупнее уже в два с половиной раза казалось бы показатели невероятно огромны но это смотря с чем сравнивать ведь все относительно верно в сравнении солнцем бесспорно но вот если сравнивать с такими великанами космоса как звезда ар-136 а один например у которой только масса 315 солнечных то здесь уже габариты митцара меркнут и становятся совсем незначительными теперь познакомимся с красавцем алькором он находится примерно на один световой год ближе к нам нежели митцар это белая звезда главной последовательности возрастом примерно полмиллиарда лет и кстати немного старше митцара которому стукнуло 370 миллионов лет масса алькора почти две массы солнца радиус 1,8 радиуса нашего светила при расчетной температуре 8200 кельвинов он примерно в 14 раз ярче солнца звезда очень быстро вращается с прогнозируемой скоростью 228 километров в секунду и митцар и алькор являются членами движущейся группы большой медведицы и имеют общее собственное движение в пространстве расчетное расстояние между ними составляет примерно семьдесят четыре тысячи астрономических единиц напомню 1 астрономическая единица это среднее расстояние от земли до солнца почему все примерно да потому что наши современные технологии не могут пока еще делать точных измерений вот прям до миллиметра но это дело наживное если вы понимаете о чем я сотни лет наблюдали за этой парочкой ну а известность она обрела вообще с незапамятных времен кстати это первая двойная звезда которую отметили и выделили на небе наши далекие предки ученым эпохи просвещения было достаточно уже и этого факта чтобы причислить митцар и алькор к невиданному чуду но история только начиналась шли годы жажда познания не давала покоя астрономам интерес возрастал и однажды дала себе знать в шестнадцатом веке бенедетто кастели один из учеников галилея наблюдая митцар обнаружил что это двойная звезда так научный мир узнал про митцар б оба светила совершают полный оборот по орбите за 5000 лет и находятся в пределах 380 астрономических единиц друг от друга потрясающе не правда ли а представьте каково было астрономом в далеком шестнадцатом столетии конечно тогда еще не было таких подробных данных как возраст масса температура и так далее но тем не менее сам факт того что астрономы сделали невероятное открытие двойной звезды думаю достойно восхищения звездная парочка не переставала удивлять и скрывала от землян свои главные секреты о которых даже никто не подозревал на дворе 1889 год постепенно появлялись новые технологии и методы которые позволяли лучше рассматривать те далекие точки на ночном небе однажды изучая митцар а астроном пикеринг пришел к выводу что звезда сама по себе состоит из двух светил которые обращаются вокруг общего центра масс с периодом всего в 104 дня позже этот период был существенно уточнен и оказался равен 20 суткам более того обе звезды практически одинаковы у них одинаковый возраст температура светимость ну прям как братья-близнецы единственное отличие это масса митцар а б чуточку тяжелее брата оба компонента одинаковой звездной классификации и оба они химически своеобразны но главная их особенность состоит в том что они вращаются медленнее других звездных пар и у них сильнее магнитные поля чем у других звезд состоящих вместе с ними на той же ступени звездной эволюции и что же у нас получается митцар теперь уже тройная звездная система давайте подытожим митцар а митцар а б и митцар б а если учитывать алькор так и вовсе она четырехкратная тут уже астрономы решили надолго не бросать столь интересный объект и в 1908 году выяснилось что митцар б тоже двойная звезда компоненты которые вращаются вокруг общего центра масс с периодичностью в 6 месяцев а их общая масса составляет около одной целой шести десятых масс солнца и вот уже вместо трех митцар предстает перед нами как система из четырех звезд две пары можно рассмотреть по отдельности митцар а и митцар б видны даже в самый простой телескоп а вот разделить сами пары на отдельные компоненты тут уже только с применением более сложного оборудования умопомрачительный факт даже для нас людей космической эпохи ну а как же алькор мы как-то совсем про него забыли он в разные времена был предметом многих споров некоторые астрономы даже отказывались относить его к данной звездной системе сам спор заключался в следующем какая это пара оптическая или физическая если митцар и алькор находится относительно недалеко друг от друга то они неизбежно связаны между собой силами взаимного притяжения как солнце связано с планетами солнечной системы такие двойные звезды называют физическими если же они находятся друг от друга на огромном расстоянии и просто случайно оказались на одном участке неба то эту пару мы должны называть оптической в одном поле зрения с митцаром и алькором вы легко найдете еще несколько звезд которые дополняют картину как бы оттеняя собой яркую пару особенно примечательно звездочка расположившаяся между ними это звезда людвига названная так одним немецким астрономом 18 века она не входит в систему митцара и алькора являясь ярким примером как раз оптического спутника однако после таких удивительных открытий возник резонный вопрос если в системе митцар алькор не две звезды а целых пять то возможно суммарная масса компонентов достаточно чтобы обеспечить гравитационную связь митцара с алькором и снова однозначного ответа никто не смог предоставить и только 2009 год стал для звездной грозди судьбоносным именно тогда команда астрономов изучала обе звезды в надежде обнаружить возле них экзопланеты ну а почему бы и нет это было бы новым потрясающим открытием но вместо новых миров они обнаружили у алькора звезду компаньона алькор b он оказался типичным красным карликом очень близко расположенным к своему брату он настолько маленький тусклый что тонет в лучах алькора это открытие позволило увеличить массу алькора на четверть массы солнца столько примерно весит алькор b а это довело суммарную массу системы митцар алькор до более девяти солнечных масс после этого были сделаны аккуратные измерения скоростей направлений движения двух светил которые показали что митцар и алькор гравитационно связаны между собой а значит мы имеем дело с шестикратной звездной системой . все споры длившиеся не одно столетие были завершены шестикратные звезды это редкость но так ли уж уникально таких систем очень мало на вскидку можно вспомнить систему альфы близнецов которую мы лучше знаем под именем кастор система создана из трех уровней две двойные звезды вокруг каждой из которых вращается двойной спутник дальнейшее исследование нашей вселенной вполне может дать нам не только большее количество шестикратных систем но и более поразительные открытия нужно только к этому стремиться и продолжать работу и здесь у меня для вас предложения как только это видео наберет 5000 лайков мы выпустим ролик про самую уникальную звездную систему поэтому сейчас самое время поставить лайк этому видео ну а напоследок давайте отрешимся немного от небесного и поговорим о том что близко каждому из нас а быте помимо всех своих прочих достоинств алькор опровергает заявление скептиков и прагматиков которые так часто говорят что смотреть в небо это бесполезная затея ведь звезды не в работе не в личной жизни помочь не смогут а вот у наших предков были свои причины думать иначе практическая если не сказать бытовое применение для звездной пары выдумали японцы для них те кто не видел алькор считались дряхлыми стариками и между прочим вне зависимости от своего физического состояния в древнем египте тех солдат которые могли найти это необычное явление записывали в элитную гвардию самого фараона а те бойцы арабской греческой и римской армии которые могли разглядеть обе звезды на ручке космического ковша тут же получали назначение в лучники эти народы знали толк в науках так что если вы хотите проверить свое зрение ну и лишить окулиста работы ищите на ночном небосклоне эту звездную систему не забудьте поставить лайк под этим видео и проверить нажат ли у вас колоколец чтобы ничего не пропускать на нашем канале до новых интересных встреч